я я приветствую всех на моем канале грани вечности и сегодня мы решили собраться все вместе это я странник пандора вела и посмотреть для вас что же происходит сейчас вокруг планеты в солнечной системе и что нас ждет собственно у каждого я попросила посмотреть отдельно то есть я смотрела вела смотрела странник и пандора все смотрели в разное время чтобы была чистота эксперимента и потом мы уже созванивались и как бы это дело все обсуждали я попросила каждого записать сделать запись для вас думаю это будет всем интересно опять же сразу говорю о том что это не истинно в последней инстанции все постоянно меняется их ну вот по крайней мере мы увидели такие версии до событий это не знать что на них надо циклиться но будем надеяться на лучшее как и всегда их далее уже я вставляю наш разговор с ребятами приятного прослушивания вокруг планеты сейчас приблизилось много глайдеров и средних кораблей чтобы блокировать попытки выхода и отлета с непосильно награбленным наших ткп ников этого треугольные такие овальные корабли несколько сигарообразных у них осталось от этого от рептильных вот кстати говоря там где ты живешь я заезжал гости ты поняла кому и там есть база серых и они наблюдали кстати говоря отлет их и я просканил эту базу ментально там осталось два нерабочих корабля или поломанных корабля ну я не знаю насколько они действующие а сами серые оттуда слиняли поэтому в данном момент скажем так если где-то и остаются то вряд ли то есть серые или рептильные а перед тем как пришла армада федерации вот первые три корабля это года два назад произошло как бы отлет такого звездного корабля как потом я выяснил я не знал чей это корабль это инсекциоидов то что вот рассказывал мне сидоров он видел в живую под новосибирском есть подземная пещера подземный город огромный и говорят там сидят люди кузнечики в таких коконах где-то 3 метра высотой коконы сколько высотой сами эти люди кузнечики неизвестно и вот у них корабль был как черная такая звезда кристаллическая то есть он как будто из камня сам корабль выглядит снаружи знаешь вот как скалы скалываются вот на море и вот он многолучевая звезда такая вот мы на шпилях часто видим 8 лучевой крест а это вот в разные стороны вот такие вот лучи и вот он как только появились первых три огромных фрегата ну как огромных они где-то километров наверное от 20 до 200 есть разные корабли недавно скажем так года два назад видели первый фрегат сфотографировали на фоне колец сатурна как посчитали наши астрофизики это где-то 200 250 километров он длиной был совсем недавно где-то месяц назад видели как заправлялся другой маленький маленький кораблик размером с луну над солнышком если бы не любители наши с телескопами они бы замолчали эту ситуацию но так она не сильно-то светилась прессе а так все джейнс веб хавл и так далее выключены с онлайн трансляции и все эти выставляют только отдельные снимки чтобы вы не смотрели насколько сейчас система заполнена разными кораблями сейчас присутствует раз различного формата от людей каменных с ними я соприкасался тоже у меня есть подаренный астрогуром камешек из такого человека из мозга такого человека он показывал какая у них планета мы с ним общались и не только вот моя подруга тоже там у них черное но не черные коричневые реки такие деревья своеобразная каменная так далее но вот представь вот как человек из камня ну и вплоть до людей которые не люди а вот из воды то есть это сгустки воды которые могут формировать любую форму и плюс наблюдатели многие из них здесь в аватарах земных в облике людей вот сейчас я только что консультировал одну женщину у нее внучок из таких но не человек воды а просто сыной расы ему тяжело вот в аватаре в нашем в человеческом и он и газет то есть них не находит себе место немножко вот так вот прострация себя воспринимает но они вот как бы внутренние наблюдатели через них эти расы присоединяясь могут видеть что происходит изнутри так то они видят снаружи ну достаточно много кораблей мы наблюдаем то есть у нас много видеосюжетов ю тубе как то такой то такой то такой ну как бы треугольники это по местные ткп американские в основном у нас немножко другой формы такие ближе к летающему крылу такому сглаженными овалами тарелки это немецкая разработка из древних реализована ткпшная ну по крайней мере сейчас они все заблокированы и не могут улететь с непосильно награбленным с нашей планеты последняя демонстрация то что они устраивали это вот в турции когда использовали и коллайдер и харп совместно что мы молди можем но это демонстрация силы для федерации ну представь они вот пытаются представить что молди федерация такая страшная нас захватит и тому подобное уничтожит но извини меня два года висят на орбите огромные корабли но не совсем орбите на земле а именно на орбите солнца потому что подойти этим кораблям к земле это слишком они маленькие громоздки на представь размером с луну там или поменьше луна перехвачена полностью под управлением уже федерация и там уже все базы зачищены но как вы заметили года полтора назад или два она поменяла цвет свой серого на желтый о чем много было шума среди астрономых любителей потом это все замерли в общем те силы в ожидании спросил наших почему не вмешивайтесь ну пока как говорит сказали время не пришло и все вот эти вот моменты требуют внимания и это решение то есть какие-то проходят моменты согласованная говорят с творцом что они не вмешиваются и принимают участие только в обезвреживании таких вот вещей как например харп когда на турцию повоздействовали карт немножко припалили но коллайдер они сами тряханули что очень долго им пришлось восстанавливать сейчас запустить на полную мощность пока не могут а так они продемонстрировать пытались что они могут скрыть каверны но это у нас в океане есть достаточно много вулканов и что они этим вулканы могут поднять и будет ядерная зима скрыто все и так далее ну понятно увидел что эти все еще ждут еще что-то ждут непонятно сколько они еще будут ждать пока видимо всех здесь нас не вырежут не дают вырезать но в то же время вот такие вот глобальные какие-то моменты заблокированы ты ж в курсе что у нас ядерные бомбы не взрываются попытки провести ядерные испытания управлялись треском у всех стран сейчас и не надо ядерные бомбы сейчас похуже оружие есть они просто сохранят планету я так понимаю для себя потому что ядерные бомбы на все уровни а как бы людей вырезают сейчас по-другому просто другим методом через питание через какие-то другие вот например звуковое оружие сейчас не надо ядерных бомб и так можно население оружие это достаточно слабое и малоэффективное оружие по сравнению с волновым теми же звуковое звук это же волна который идет последнее время вот по нам да по тем кто особо сильно светится ставят вот оборудование которое лупит вот этими волновыми звуковыми волнами людям становится плохо звуковыми звуковыми сразу разграничу я все-таки инженер дело в том что волновые есть диапазоны со звуковой модуляции то что использовал горе а есть сверхвысокочастотная модуляция так вот используется сверхвысокочастотная модуляция в том числе даже мультики крутят скажем так и это наблюдаю по ряду блогеров что над ним прав над ними проводится эксперимент нашими спецслужбами которые используя специальные технические средства крутят мультики и так называю но человек во сне или в состоянии медитации видит вот как раз таки вот эти наведенные видеофрагменты можно проецировать в сознание они не умеют а в мозг можно можно проецировать определенные видеофрагменты они обычно эти видеофрагменты очень яркие насыщенные и создаются достаточно талантливыми режиссерами и что нужно тебе то и покажут и тем более потом очень наглядно это видно что блогер выступил и рассказал вот тебе и отчет не надо писать смотрите видеофрагмент показывает конкретно что вот режиссер создал то-то 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 и вот в блоге разучил это что он это все просмотрел и все рассказал так что вот но скажем так у системы достаточно ограниченные возможности и сейчас люди меняются сейчас повышается уровень энергетики как ты видишь какие всплески на солнце недавние зарево красная небесная плюс всякие эффекты но это внешние эффекты то есть когда уже превышение энергетического потенциала произошло огромное но как бы но про все эти федерации у меня мнение одно что как бы если бы они хотели они бы помогли уже давно это мое логичное мнение как бы человека вот тебе как пример сделаю да вот человек тонет а ты летишь на вертолете такой-то и тише думал ой он недостаточно осознанен давайте подождем пока он осознается а человек просто утонул и то есть тут как бы выбора на самом деле уже нету тут либо ты помогаешь либо ты не помогаешь а все это словоблудие которые они там несут но я сделала вывод что это просто как бы рука руку моет поэтому я увидела что идет какая-то огромная волна из-за планеты то есть планета в каком-то защитном коконе находилась в хорошем защитном коконе не в блокирующем а то что нас кто-то как бы защищает и вот шла волна огромная на прозрачной энергии нет энергия я ее почему вообще увидела потому что она по краю была как неоново-голубой такой цвет эта волна она просто смела вообще все корабли которые были битва шла до которой их просто снесло я думаю чё же это за волна такая мне стало интересно я значит посмотрела оказалось что вот как раз вмешался первый источник уже в эту всю ситуацию и в общем как я вижу вообще наш мир да вот 3d-шный то есть что мы находимся как бы в таком ограниченном пространстве которая ограничена мембраной толстой была вот почему не было помощи собственно нам а вот эти вот были обещания только пустые потому что на самом деле эти вот те кто были здесь они были с нами заперты здесь то есть но вот в этом 3d пространстве да там ну 4d максимум то все вот это низкое вибрационное пространство и энергии источника они сюда не заходили то есть вот напрямую как бы да но через наше сердце как-то мы еще могли там протащить что-то да у кого она была открыта но сам как бы ты это отрицать я думаю тоже не больше у нас была нехватка энергии постоянно еще это выкачка шла вмешался уже первый источник наконец-то и была пробита вот эта мембрана но это как бы я увидела с точки зрения источника это уже случилось но здесь это все мы прочувствуем я думаю вот числа как раз 25 декабря и я увидела как эта волна она пробила вот эту мембрану и наконец-то у нас появился выход вот на эти высшие измерения соответственно цивилизации которые не могли никак нас найти на самом деле да светлые наши там родственные какие-то цивилизации вот просто я общалась с одной из них когда я была вне завесы вылетала она сказала она была очень удивлена она говорит мы тебя ищем уже очень долгое время и я думаю уверенно что многих ищут но она говорит мы не могли тебя найти то есть вообще никак потому что мембрана она блокировала ловушка да по сути дела в которой мы находились долгое время и многие не могли найти своих то есть поэтому не было помощи вот я говорю дарил джеймс по-моему рассказывала про андромеду что они проходили похожую ситуацию да и что они делают эти паразиты когда выжирают мир и они же первые ставят ну какой-то купол до мембрану какую-то у нас здесь вообще их несколько было то есть и вокруг планеты и вокруг солнечной системы их там несколько было куполов этих сфер таких ну и соответственно она блокирует то есть мы не можем позвать на помощь а все кто здесь были то по сути дела те же самые заключенные которые ну называется как в тюрьме строгого режима да кто сильнее тот и прав то есть по сути дела мы оказались на слабых позициях и нас просто жрали тем теми же обещаниями вот этими бесконечными потому что вот он там сказал правильную вещь он сказал когда вот в системе андромеды они смогли все-таки пробить общим усилием пробили блок да послали сигнал помощи и он сказал мгновенно пришла помощь там потому что времени нет россказни о том что мы тут не недостаточно осознанны еще давайте подождем вот это вот все лабуда которая как бы ну я же не дура я понимаю что это все ну вранье я понимаю какие у них технологии они могли бы за секунду здесь все поменять они годами вот это все растягивать и ждать пока все здесь будут уничтожены вот с двенадцатого года какой прессинг мы прошли те кто но светлички да вот лично я которых знаю у меня не осталось никого то есть кто был действительно светил кто вот надеялся на лучшее их просто уничтожили и это чё они ждут они ждали пока всех уничтожить что здесь у меня только такой вывод за это время знаешь и инсекты здесь по вывозили целые корабли душ эти и сферы хорошо поживились и вообще всем всем хорошо было кроме светлых они все что-то ждут ну короче вот это мои выводы парни вполне логичные и вот то что я увидела наконец-то пошел прорыв я надеюсь что действительно это поменяется и что я увидела еще что решила короче посмотреть думаю вот на физике когда мы увидим изменения все-таки и увидела что все начнется с неба но я не смотрела видишь экономику там какую-то социальные вот эти все моменты я смотрела именно вот чтоб все это увидели увидела первое что небо изменится но как она изменится я поняла что на самом деле не небо изменится наш зрительный аппарат видимо изменится потому что небо у нас и так фиолетово там какого-то цвета да просто мы этого не видим вот и я увидела что небо оно становится как бы волнами оно течет волнами И там фиолетово, какой-то розовый, где-то голубоватый, сиреневый, лиловый. Вот такие цвета, и оно все течет, то есть оно подвижное. Нет вот этого статичного голубого просто цвета, как у нас сейчас. Ну вот, и все люди это увидят. Соответственно, если поменялся зрительный аппарат, они начнут видеть и корабли, они начнут видеть и каких-то других существ, которых мы до этого не видели. На самом деле, мы уже сейчас начинаем это видеть, но мы идем просто чуть-чуть попереди всех остальных, потому что у нас побыстрее это все проходит. Ну и вот такие позитивные моменты. И вот сегодня, например, была колоссальная битва. Мы выиграли, потому что темные сегодня пытались свернуть этот мир, чтобы он не достался никому. Как-то они хотели его перекодировать. Вот сегодня всю ночь шла борьба, в общем, шла колоссальная на тонком плане. Я конкретики не знал, но что что-то происходит сегодня, что сильное столкновение. Это отметил не только я, но и часть людей из моей группы попала как бы под раздачу условно немножко, коснулось их. Да, я тебе скажу так, что на тонком плане, как тебе сказать, создают программы, эти программы спускают. Они, когда уплотненные, они как сгусток энергии. И постепенно этот сгусток расширяется, разуплотняется, чтобы соединиться с материальным уровнем. Материальный уровень — это фактически пустота. То есть, если вот атом взять, сердцевина атома, это ядро атома, это кольцо на пальце обручальное, а орбита электронов — это московская кольцевая. За счёт этого у нас свободно параллельные пространства сквозь друг друга перемещаются. Я буквально недели три, наверное, назад наблюдал, как наше пространство разделялось на два. И часть людей, которые переходили в то, как мне объяснили, лайтовое пространство, то есть для них сохранится образ жизни, то есть это спящие, так называемые, часть людей делилась, а часть не делилась. То есть я смотрю, знаешь, хожу по Меге, у нас тут рядом есть мегамаркет, мега. И часть у нас там портальных зон много, и деформация пространства временного континуума. И очень наглядно было видно, что вот дети почти никто не двоится, там единицы, там один или два ребёнка из увиденных, все остальные вот как есть, так есть. А взрослые, причём двоение, я подумал, глаза, может быть, что-то плохо видят, но двоение было диагонально. И один начинает вот расслаиваться, то есть один идёт чуть в сторону, другой идёт прямо и так далее. То есть это очень наглядно было видно, и это видела моя подруга, и это видели в других городах в этот же момент. И другие мои участники группы, видящие кто. Момент такой, что мы живём в многом мире, просто люди не видят. И вот спустили, уже летом спустили эти программы, и некоторые люди начали усваивать эти программы нового восприятия. Я увидел в рамках этого нового восприятия мир, как колеблющиеся атомы. И есть реальные теории физические, ты же знаешь, я материалист, есть реальные теории физические, которые рассматривают мир, как колеблющиеся структуру эфирных частиц и эфирных потоков и так далее. То есть не та Боровская модель, которую проплатили Ротшильды когда-то, потому что Ницбор был из банковской системы, ну то есть из семьи банкиров и так далее. Он продвигал свою искажённую версию, которая была выгодна именно тем нетоварищам нашим, чтобы задурить мозги. А другие учёные продвигали. Ну скажем так, сейчас люди начинают воспринимать по-другому. Вот этот тонкий план, на тонком плане сейчас обитает очень много в астрале разных существ. От гусениц, амебоподобных, слизней и так далее. То есть вот наблюдаешь на людях, они залазят и питаются людьми, как паразиты живут часто. И человек, допустим, от этого болеет. Вот. А это ты видишь. И тут начинают видеть и обычные люди это. И для них это шок. Ну а что? Это как бы реалии жизни. То есть у нас здесь несколько слоёв миров. Понимаешь, вот плазменные пришли тоже. То, что вы наблюдали вот здесь вот как шаровые молнии. Это плазменная жизнь. А сейчас прилетели на корабле ещё такие. Только у них очень интересный кораблик. Вот этот вот Луна. Как они сказали. Наши астрофизики. И астрономы. Луна подлетела, заправилась, покрутилась над Солнцем и улетела. Куда-то. Но она так не светится, как Солнце. Поэтому её не видно, этот корабль. А это плазменный корабль. Плазменная жизнь. И они вот... Мы видим их родичей, как просто шаровые молнии, которые летают у нас здесь, на Земле. Есть более лёгкие плазмоидные сущности. Но вот как мы, допустим, мощные сущности, человек, то вот есть насекомые и тому подобное, более слабые энергетические сущности. То есть они соответствующим образом... Плазмоиды есть очень тонкие, которые фиксируются, допустим, фотоаппаратом. Когда снимаешь, особенно со вспышкой, происходит смещение частоты. И даже обычный фотоаппарат фиксирует эти плазмоиды. Я сейчас вижу, что мы выходим уже вот из этого кольца, про который я говорила. Не знаю, слушала ли ты. Да, я слушал. В общем, и там... Вот мы прошли середину. Я как раз смотрела, когда позавчера посмотрела как раз заодно и это. И мы прошли середину, самую жесть. Сейчас вот мы находимся как раз к выходу уже из этого кольца. А вот после этого, ну, тут разные фикси, но я не вижу ничего. То есть там как бы белое пространство просто. И вот по себе тоже... Меняют образ программу будущего, постоянно меняют, чтобы темные не могли предугадать, как влиять на это будущее. Я просто не договорила еще, что я вот как начала говорить, но не договорила. В общем, я смотрела просто, что решила, думаю, дай-ка я посмотрю чуть-чуть подальше, да, в будущее. И вот 24-й год, ну вот я вот себя, по крайней мере, увидела, что я стою как бы перед выбором. Там как опять вот эту стену белого света я увидела, и что люди, вот выбор людям заходить в эту стену белого света. Я думаю, может быть, вот это и есть переход. Ну, по крайней мере, я туда побежала, поэтому дальше как бы для меня я не вижу здесь дальше вот 24-го года на данный момент времени. Хотя до этого я смотрела, я видела. Ну, и много людей уйдут вот в эту белую стену, как переход, что ли, видимо, в другие реальности они пройдут. А ну, будут те, кто останется. Им, ну, собственно, будет, да, мир. Но я увидела, что там все равно будут условия гораздо лучше, чем сейчас. Вот такого уже не будет беспредела, как сейчас. То есть останутся все равно те, кто захочет доиграть это в 3D. Вот, может быть, ты говоришь, где вот разделение было, да, и люди шли, более спокойная жизнь там. Лайдов. Да, будут доигрывать. Но у нас будут сильные изменения. А там сохранят подобие нашего мира только в облегченном варианте, с лучшим вариантом развития событий. Да, я просто вспомнила еще, вот тут вчера как раз разговаривал про эту белую стену. Я много лет назад смотрела, вот я видела ее вчера опять про эту белую стену, ничего не поменялось. И я вспомнила, как я в Кайласе когда была, вот, и там же внутри этой горы. И там же я говорила, рассказывала в своей какой-то лекции, что там была, увидела как тоже белую стену. И мне еще парень сказал, это, говорит, твое будущее, я буду ждать тебя там. Ну, это как мой брат, что ли, ну, по ощущениям было. Вот, и я думаю, может быть, действительно мы проходим, потому что когда я смотрела, я же до этого-то тоже смотрела и видела, что мы проходим через какую-то вот эту пелену белую. И мы оказываемся, по сути дела, там мир, ну, другой как бы, там все изобилие, то есть люди создают, творят. Ладно, мир, был очень рад пообщаться с тобой. Всех благ, уберителям всего наилучшего, здравия и сил, и мудрости. Ну, и терпения немножко наберитесь, уже осталось немного. Мы гораздо более сложные моменты прошли. И следующее свое видение нам расскажет Вела. Вела, приветствую тебя. Пожалуйста, расскажи, что ты увидела по данным вопросам, которые мы сейчас обсуждали со странником. Что я увидела? Сначала я пошла в наше подорбитальное пространство. Здесь довольно большое количество небольших судов. Их, они раскиданы буквально над каждым крупным городом на нашей планете, в нашем сегменте. Над каждым крупным, над городами поменьше тоже что-то висит, но не надо всеми. Над торговыми, скажем, да, стратегическими городами висят еще суда, не очень больших размеров, но какую-то информацию по всей вероятности они собирают, либо они защищают от чего-то, да, что-то предотвращают. Я не разбиралась, я просто смотрела наличие присутствия. Позже я посмотрела нашу солнечную систему. В ней есть флоты, но они мирные, по большей части, во всяком случае, даже если они не мирные, военные действия, каких-то конфликтов военных я не увидела. Но их достаточно, я бы сказала, много. И суды совершенно разной конфигурации, разной классификации, разных размеров, разных назначений, их много. И в итоге я смотрела вообще издали, где нашу планету совершенно практически не видно, просто там светящаяся точечка, вот там я попала прямо в гущу, не знаю, какого флота. Я четко видела эти суда, и они разные. Жаль, я не художник, я не могу этого нарисовать, но я четко видела два судна, причем они были белого цвета. Один из них, как я поняла, мне пришло слово линкор. И к нему пристыковался какое-то небольшое судно, тоже военное, но он был такого уже алюминиевого цвета, или вот ртутного, но серебристый такой, блестящий вот такой был, а к белому судну пристыкован. И в итоге, что у меня получилось, что по просмотру присутствия, очень большое присутствие, вот когда я смотрела на большом удалении от нашей Солнечной системы, я видела один бой, причем очень странный бой, я бы сказала, стоит огроменный крейсер. Да, мне пришло, что это крейсер, я не сама его назвала. И из-за какой-то планеты, как из-за угла, вылетают, ну, штук, наверное, сорок, я бы сказала, истребителей, наверное. Вот. И несутся в направлении к этому линкору. Из линкора, из крейсера, прошу прощения, из крейсера вылетают, выходит такая волна, вот как радиоволны, да, и она просто обездвиживает все вот эти вот вылетевшиеся маленькие вот истребители. И вот она это все обездвиживает, волна, и они просто на той же скорости, я так понимаю, что в космосе нет трения, да, и они просто в свободном полете на той же скорости уходят просто без управления, там все системы управления по всей вероятности отказывают, они просто уходят туда, в космос, не вредя никому. То есть эти их не убили, не погубили, да, и тем не менее вот их челноки, не знаю, что это истребители, они вышли из строя, просто они уходят. И я еще подумала, думаю, ну какая гуманная битва, очень интересно, но там очень много флотов раскидано в космосе, и я поняла, что я была на одном из судов, меня туда просто затянуло, и я наблюдала, как из капитанского мостика, да, как из рубки, не знаю откуда, я наблюдала в обзорное стекло, в обзорное окно, как это видится с точки зрения экипажа, да, вот, ну там очень печальный вид, конечно, был, все готовы с секунды на секунду начать убивать друг друга, и что мне пришло, идет битва за солнечную систему, не идет битва за выживание людей, идет битва именно за солнечную систему, потому что эта система очень ресурсная, и эти ресурсы в этой системе самовосстанавливающиеся, вот, что очень, очень, конечно, грустно, что люди никому не нужны, по сути, им нужны только ресурсы, вот, но, тем не менее, они не планируют убивать людей, наоборот, они сохраняют людей как ресурс, вот, опять, печаль в чем, да, что мы для них не люди, мы для них ресурс, вот, это что я увидела по поводу, вот, присутствия инопланетного, и кто будет нам помогать, и кто не будет, я не знаю, я видела лишь только то, что стоят силы, которые хотят оттяпать себе очень вкусную часть пирога, причем самовосстанавливающуюся, по рублю, что я видела по рублю, я не видела того, что рубль провиснет, нет, 24-25 год, как-то относительно стабилен рубль, единственное, сменится банковская система, вот, каким образом она сменится, я не знаю, может быть, будет ее другой формат, но ничего не изменится, практически все будет на том же уровне, как сейчас, только рубль будет более, скажем, стабилен, что ли, вот, что он упадет, прям, вот, как говорят многие видящие, я не видела, что я видела до 30-го года, вот, где-то с 26-го года по 30-й начнется колыхание рубля, вот, тогда будет его очень большая нестабильность, и, возможно, к 30-му году такой валюты, как рубль, уже не будет, вот, я не смотрела по другим валютам, доллары, евро, юани, или еще там, там, японские иены, я их не смотрела, я иенс на рубль смотрела, вот, но я не увидела резкого падения, я не увидела резкого подъема, то есть сейчас, вот, 23-й год, 24-й, 25-й, тоже будут приблизительно на том же уровне, как сейчас, ну, может быть, более стабильно даже, вот, а 26-й год и по 30-й включительно, там будет колыхание, там будет то поднешь, что подъем рубля, вот, будет какая-то нестабильность, и будет, как бы, предложено вообще убрать рубль с валютной площадки, не потому, что он плохо играет, нет, просто его переименуют, вот, будет просто название, другой валюты, да, она будет не рубль, а какая-то другая, возможно, вот это то, что я увидела, по вот двум вопросам, по вопросу присутствия, и по вопросу рубля. Благодарю за ответ, и последнее у нас отвечает Пандора, что она увидела по этим вопросам. Сейчас конец 2023 года, сейчас поднимаются энергии вибрации, будут землетрясения в Турции, будут землетрясения в Европе, снова подъем вибрации очень мощный, идет очищение земли от негатива, очень мощное, по Сибири сейчас прошел очень сильный ураган, это маги земли, которые вытряхивали отсюда, матрицу архонтов, они полностью сделали чистку, и убрали это все отсюда, очень многие люди ушли, как раз в этот момент, которые были, ну как, души, которые, мы в принципе и говорили, что будут души уходить, когда будут подниматься вибрации, когда начнутся катаклизмы, связанные с очищением планеты, что люди будут уходить, по Сибири именно шла работа по очищению, поэтому и 5G вышки попадали, и 4G вышки эти все попадали, и там, ну много чего разрушений было, вот именно по этому поводу, так, еще дальше предсказания, 24-й год, начнутся очень мощные перемены по всему миру, конкретно по России, СВО закончится 100% где-то ближе к апрелю, потому что начнутся очень сильные перестановки во власти, начнется изменение очень мощное, потому что обвал рубля пойдет, полностью вся система будет рушиться, меняется вся система, потому что темные уходят с планеты, а темные в основном во власти, сами понимаете, там эти энергии, все-все-все, там и понятно, какие существа, которые захватчики планеты находятся, в основном они находятся на руководящих постах, более того, очень многие просто как маски, маску одевают и все, там уже человека нет, либо двойники, очень много двойников, эта вся система лжи будет убираться, полностью с планеты, а дальше, следующее предсказание, то, что все закончится, уже в 24-м году световым событием, к концу года произойдет световое событие, которое ознаменует переход планеты Земля в новые световые миры, в новые световые энергии, это будет очень мощно, опять же, очень много людей уйдет, поэтому не переживаем, отпускаем с сердцем, с полным любовью, ну, что поделаешь, вот так вот будет происходить, дальше события, какие будут, ну, обвал рубля, обвал рубля будет 100%, СВО закончится, это тоже я видела, и что про инопланетные корабли, в общем, светлый флот стоит уже здесь, светлый флот не дает уйти темным с планеты Земля, идут зачистки, как только взлетают с планеты, их сбивают, сразу же аннигилируют, планета Луна очищена, и меняются энергии Луны, чтобы вибрации сюда шли совершенно другие с Луны, поэтому Луна постоянно меняется, это вот это я вот сейчас просматривала уже, пошли уже изменения очень мощные, более того, то, что сейчас, почему столько много наводнений и затапливаний, какие туннели не могут светлые силы взорвать, которые освобождают сейчас планету, они их затапливают, кого успевают спасти, они их вытаскивают из туннелей, если не успевают, они взрывают или затапливают, поэтому очень многие города, они сейчас плавают у нас с затоплениями, совсем-совсем, эта планета Земля очищается, это мое предсказание, очищение планеты от тьмы сейчас идет, к 25-м году, к 26-му уже все будет завершено, новый мир будет, будем удивляться уже тому, что произошло, и вплоть до того, что и все-все технологии появятся, и не только Мэтт Бэттен, и это будет совсем другое совершенно, это уже не будет та иллюзия, которую они хотели провернуть здесь, иллюзия глубинного государства будет разрушена полностью, глубинное государство уйдет отсюда, их 4 псадника апокалипсиса не получатся, все, у них это все не пройдет, все маги Земли уже объединяются между собой, и дают отпор им очень мощный, очень много осознанных магов Земли сейчас, и продолжает пребывать светлое воинство сюда, на планету, и здесь просыпается светлое воинство, и пребывает на планету светлое воинство, так что вот такое вот мое предсказание, держим, держимся, волевым усилием сейчас голосом можно отменять все, реально прям вслух проговаривайте, я отменяю войны, я отменяю зло, я отменяю все, что вы творите здесь, просто берете и отменяете, я отменяю, теперь можно делать это, спокойно, осознанно, от своей души это произнося.